Очевидно, что за последние 15 лет было создано огромное количество банков, финансовых институтов, многие из которых создавались не для осуществления реальной банковской деятельности, а для некого прикрытия неких определенных схем. То, что сегодня Центробанк и правительство проводят жесткую политику по очищению финансового рынка, говорит лишь о том, что с рынка уйдут недобросовестные игроки, либо те, которые принимали участие в определенных криминальных схемах, либо которые участвовали в целом в отмывании денежных средств и нарушении целого ряда норм и требований российского законодательства. Поэтому ожидать определенных проблем в целом для предпринимательского банковского сообщества не приходится. Я думаю, что наоборот, тем людям, которые занимаются честным бизнесом, ведут честные дела, платят налоги, они могут спать спокойно и могут спокойно дальше работать. А те люди, которые, конечно же, были вовлечены в отмывание денег, в обналичивание, в какие-то непонятные надувания мыльных пузырей, да, я думаю, что со временем, вот если Центробанк продолжит такую политику, то финансовый рынок России станет чище. С другой стороны, нужно четко понимать, что, конечно же, те люди, которые расхищали миллиарды рублей из бюджета Российской Федерации с помощью фирм-однодневок, помоек и так далее, это люди, которые неразрознены, это определенный спрут, у которого есть свое собственное лобби. И, конечно же, оно сейчас постепенно начинает оказывать препятствия новой политике и правительству, и Центробанка. И здесь нужно понимать, что будет и сбор компромата, и вброс неких недостоверных, а, может быть, где-то и достоверных фактов, которые будут дискредитировать новое руководство Центробанка. Поэтому в данном случае здесь очень важно выстроить систему безопасности для тех людей, которые действительно на данный момент наводят порядок, борются с коррупцией и с криминалом в банковской сфере. Продолжение следует...